В Таджикистане самые низкие зарплаты в Центральной Азии. Казахстан. Назарбаев поручил построить православный храм в Астане. Таджикские власти продолжают ликвидацию мечетей. В 2017 году показатель уровня заработной платы в Таджикистане составил 137 долларов. Это самый низкий показатель среди стран Центральной Азии. Такие данные опубликованы в спецвыпуске мониторинга экспертов Института социальной политики, Высшей школы экономики, межстрановые сопоставления заработных плат в 2011-2017 годах. В исследовании экономисты сравнили зарплаты в долларовом эквиваленте в России, в странах СНГ и Восточной Европы, а также Китае и Бразилии по показателю паритета покупательной способности валют – ППС. Данный показатель позволяет уравнивать покупательные способности валют разных стран. Средняя зарплата в России с учетом ППС по итогам прошлого года составила 671 доллар. В Белоруссии – 421 доллар. Менее других от этого уровня отстоит Казахстан, в котором заработная плата в 2016-2017 годах – 459 долларов, в Крыгызстане – 216,3 доллара. Рейтинг составлен с учетом курса доллара в этих странах на конец 2017 года. В основу анализа легли данные национальных статистических служб, статистических баз Организации экономического сотрудничества и развития – ОАСР, Всемирного банка и Международного валютного фонда – МВФ. Нурсултан Назарбаев поручил построить в Астане четвертый православный храм, сообщает Пресс-служба Министерства общественного развития Казахстана. Во время рабочей поездки в Россию министр общественного развития Казахстана Дархан Калитаев встретился с патриархом московским Кириллом. Патриарх отметил политику Нурсултана Назарбаева, направленную на укрепление межконфессионального мира и согласия в казахстанском обществе. Он подчеркнул, что диалог в Казахстане между властями и религиями, в особенности с православием, развивается в конструктивном русле. Православные христиане в республике имеют все условия для удовлетворения своих религиозных потребностей. По поручению Нурсултана Назарбаева принято решение построить четвертый православный храм в Астане. В ведомстве пояснили, что вопрос о выделении православной церкви земельного участка уже решен. Определена территория, на данный момент ведется разработка проекта. Напомним, что в последние годы режим Назарбаева в Казахстане предпринимает всевозможные меры для искоренения ислама из жизни общества. Наряду с тем, что неподконтрольные режимы исламские проповедники оказываются за решеткой, власти запретили совершать молитву вне культовых зданий, носить женщинам не кап, а школьницам покрывать голову платком. В Таджикистане продолжается закрытие мечети, как сообщил журналистам 25 июля Сулеймон Давладзада, председатель комитета по делам религии, регулированию народных традиций и торжеств и обрядов. Есть махали, где зарегистрированы 2-3 мечети, а есть махали и населенные пункты, где нет ни одной мечети или религиозного объединения. Межведомственная рабочая группа изучает все эти вопросы, и по результатам работы группы будут приняты соответствующие решения, заявил Давладзада. По словам Давладзады, в первом полугодии текущего года, согласно информации Верховного суда, зарегистрировано 310 нарушений закона об упорядочении народных традиций и торжеств и обрядов, намекая на то, что в скором времени власти закроют под предлогом нарушения закона о ряд мечетей по стране. Напомним, что за последнее десятилетие были ликвидированы или преобразованы 1938 мечетей по всей стране, которые жители страны на свои средства построили после освобождения от советской оккупации. На сегодняшний день режим Рахмона пытается ликвидировать оставшиеся мечети, не находящиеся под полным контролем государства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова